Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа! Рад вас всех видеть, лайки, подписочки, колокольчики. Нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. Сегодня у нас 4 июня, там какой-то день независимости в США или еще какое-то благодарение. Говорят, рынки закрыты, хотя от СМЕ-шки сейчас торгуются нормально. То есть, если мы открываем, вижу, где у меня тут СМЕ. Открылись даже без гэпа, мы в последнее время вообще без гэпов открываемся. Где у нас тут? Гэп, 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 гэп. Гэп. Индик. Последний гэп у нас был аж незакрытый на 27 тысяч. Вот бы попасть в те времена, когда биткоин был хотя бы по 27 тысяч. Ну, если серьезно, хорошо, что откроемся без гэпов. Все, проторговываем и расторговываем. Продолжаю ждать, как говорит Вася Стеньков, деньги не спят. Финальное падение на всех акциях, на всех активах. Ну, глобально, что обсуждать-то, бычьи... Ой. Вот так вот, бычий флаг, а так-то медвежий. Во, бычий флаг. Что-то локально, наверное, ловить пока не вижу смысла, что. Никаких фигур, паттернов, не знаю. Пока я лично не вижу ничего. Во, вчера попробовал сделочку вот такую. Ну, Алексей, ну, подписчик скинул, насадил на стоп. Ну, на самом деле, я считаю, что это была хорошая сделка. Соотношение риск-прибыль. Единственная, наверное, работа над ошибками своими я бы сделал, то, что стоп надо было укорачивать. Почему? Потому что, например, мы укорачиваем так стоп, убавляем свою жадность вот до сюда, да, и получаем очень хороший риск к прибыли. И при этом у нас формируется, например, левое плечо, допустим, да, башка и правое плечо. Если, ну, вообще, идеально, конечно, вот здесь вот было входить, но я не следил за активом, но неважно. Даже вот мы пришли снова протестировать. Бывает такое, перебиваем плечо, но так как вот эта структура была чуть выше, условного левого плеча, то значит, если мы вышибаем его, ну, голова и плечи, как минимум, невалидные здесь будут. Поэтому надо было стоп сюда. Плюс, чем хороший стратегический этот стоп, например, мы бы поставили стоп сюда, нас бы вынесло сразу, да, и ничего страшного не случилось, получили стоп. А вот если ставить стоп куда-нибудь, ну, чуть выше, например, думаешь, ага, сейчас мне сейчас здесь мой стоп будут подлавливать, да, вот, и я поставлю-ка его вот сюда. А здесь уже начинается крупное движение, вас сносит стоп, проскальзывание там, и вы теряете еще больше, чем просто отстопить вы могли. Вы еще с проскальзыванием, может, вообще цена проскользить, вас закрыть где-нибудь намного выше здесь, здесь, ну, не знаю, там, смотря какое брутальное, насколько брутальное движение. Поэтому, ну, словили стоп, ничего страшного. Если честно, паттерн был очень хороший. Ну, единственное, я так говорю, вот, риск бы, наверное, чуть-чуть переставил, ну, и из-за жадности, может, там, убавил бы до трешки где-нибудь, вот так вот. Из хорошего сохраняется сделка по атому, вот такая, держится. В принципе, колеблемся около входа. Тут тоже самое. Вы пришли к нашему условному бриллианту, ну, как угодно, можно сказать. Тут и голые плечи хорошо прослеживаются. Ну, не суть, то же самое тестируем. В принципе, можем повторить такое же, как на ОГН, поэтому здесь стоп будет сюда, не за башку, да, а вот сюда, вот если мы здесь уже делаем перебой. Может случиться такая обидная штука, вынесет вниз, но неважно. Пока что вот атом в плюсе. Ну, по Солане продолжаю сделку держать. И еще вчера подписчик GMT скидывал. Там, по-моему, без изменений. Вот такая вот структура. Ну, то же самое. Вот здесь как бы уже правильно стоит. То есть, например, левое плечо, а здесь у нас сейчас сформировалось правое плечо. Стоп ставить за 0,886. Если сюда уж выносят, ну, значит, смысла дальше держать нету. По крайней мере для меня. Ну, потому что я торгую то, что я торгую. Может, там кто-то что-то другое увидит. Вот. Это по сделочкам, которые в работе, и которые отстопило. Фондирование продолжает, как бы, быть крайне положительным битмин, что, как бы, намекает, что закол финального неба. Жду. Жду нового силы продавца. По радио ничего интересного, но, в принципе, 65%. Колеблется 62-65 в эти несколько дней. Фонд бит у нас в шортах объяснили уже. Стеночки. Давайте по стеночкам глянем. По битфину, в принципе, вот выставляются, пытаются над хаем подавить. И если еще укрепят какое-то время, можно ожидать вот что-то такого, как на 21-66. То есть поставили стенки, их перебили, наклали сверху, их уже не смогли преодолеть, начали скамиться. Ну, много раз так делали, как бы, в предыдущих обзорах всех говорил. Стеночки ставят, их пампим, сверху накладывают, скамим. Дальше стеночки на 30-300, вот тут опять ставим, их пробиваем, сверху накладываем и скамимся. То же самое здесь. Вот сейчас вроде как стенки выставляют, их могут пропампить. Там, если сверху доложат, снова скам. То есть сквиз такой. Опять же, вот здесь вот шартов было на приличное количество вынесено, то есть на 21 тысячу почти мы наколбасили. По-моему, 160 миллионов на Binance было ликвиднуто. Возможно, сейчас те, кто хотят зашартить, стоп уже слишком высоко ставить, да? Поэтому вынос вверх шартов, возможно предположить, что уже случилось. Так, что это там? А, хехех. Так. Далее по стеночкам, что еще? Ну, спатье таких сильных, если по фильтру отследить, сильные стенки, и только у нас где-то на 16 начинаются. То же самое у нас и по фьючерам, то есть более-менее серьезные сделки начинаются вот здесь, вот на 15-600. Ну и плюс, сверху, конечно, фьючер, тоже немножко поджимает. Ну и по СИПЛУ без изменений. Там Примаркет, наверное, тоже не работает, да? Сим. 1 июля остановился здесь. А, не, 4 июля торгуется Примаркет. Ну, короче, жду возобновления продаж тоже по СИПе. Тоже финальное падение так и просится, да? Где-нибудь на сколько? На 13% падения. Ну, вкладывается пока все. Парадигма финального закола. Единственное, временные рамки. Вот мы, например, модель 200-дневных циклов, а мне больше, конечно, говорит о том, что даже если финальное падение случится, оно еще будет долгим, и пики, так скажем, пик медвежки будет ближе к концу августу-сентябрю. Поэтому, как минимум, как минимум до начала финальной фазы медвежьего цикла 12-13 дней, до финальной фазы всего медвежьего рынка BTC и начала аккумуляции примерно еще 60 дней. Ну, то есть, примерно 50-60, примерно так. Ну, и сама аккумуляция, надо сказать, что она длится 200 дней плюс 200 дней консолидации перед каким-то коррекционным ростом, потом снова попытки продажи. Ну, в общем, медвежка. Необходимое сло, чтобы переспределить капитал от неэффективных держателей к эффективным. Ладно, к черту лирику давайте отвечать на ваши вопросики. Можно коротко для людей, кто не в тем штуку фондированный, не ратио, и как оно влияет на рынок, что означает цифры, которые ты вечно показываешь. Если я буду, конечно, каждый день отвечать на такое, я, конечно, отъеду скоро в диспансер, психдиспансер, потому что я раз в три видео примерно объясняю, куча видео, как у меня работает это все, можете посмотреть. Ну, реально, чуваки, уже просто, ну, это просто через день этот вопрос. Привет, как всегда, все по полочкам, лайкос, спасибо, спасибо за видео, есть одно замечание, чуточку громкость прибавить, слышно плохо. А, блин, сорян, я стараюсь близко к микрофону говорить, плюс вроде программульки выкрутил на максимум, не знаю, сори, если что-то не так, но уже по максимуму. А напишите, раньше было громче, вот, например, пять выпусков назад или нет, потому что я тут винду переустановил, может, что-то программное. Так, я только, я только ради этого видео, так рано в воскресенье встаю. Хороший прогноз, согласен, привет, бро, вопрос зашел в ТРБ, так, рубрика фьючерсный инвестор. Вопрос зашел про ТРБ, 11.13, ликвидация по 1.8, монет на данный момент находится 10.27, дай совет, что лучше добавить обеспечение или выйти сейчас в жирный минус, откругай, пожалуйста, смотрю твое каждое видео, дай, пожалуйста, рекомендацию, как действовать в моей ситуации, похожий сториз дот, вход 7.400, ликвидация на 5.400, думаю, дот, будет тоже всем интересен. Не, ну смотри, проблемы вообще не в активах, ни в чем, какая твоя логика вхождения, у тебя должен быть стоп, если стоп твой ликвид, ты должен принять этот ликвид, если ты не рассчитывал на ликвид, закрываться по любым вообще числам, цифрам, тут от того, что я тебе разберу эту монету, ну ситуация не улучшится, тебе надо с собой поработать, ну давай ради интереса посмотрим, TRB, USD, так, удалить индикаторы, TRB, я так понял, у тебя что-то типа того, да, то есть, как я понял, 11.13 вход, я сюда поставил, и стоп 8.1, ну, я просто не понимаю логика, ну, для себя вообще тут, мне как бы ничего не вижу, ни лонг, ни шорт, моржу ты не написал, изолирный или кросс, если изолирный, ну, ничего страшного, стоп и ликвид, это одно и то же на изолирный, если кросс, моржа, и у тебя весь депозит сейчас ликвиднет, тем более, ты говоришь, у тебя еще и дот лежит, ну блин, я не знаю, в чем смысл этой сделки, если ты какому-то индикатору торгуешь, или еще что-то, наверное, ты на него должен ориентироваться, лично для меня тут ни структуры, ни в лонг, ни шорт нету, здесь какая-то условная, там, трендовая, контр-трендовая, как Костей говорит, или еще что угодно, но каждый раз мы к ней подходим, ослабляем ее, рано или поздно там какой-нибудь свинг дадут, например, тут правое плечо дорисовать, и, ну, пробиваем просто, с двух ног, по поводу дота, ну, в принципе, он в рамках, вообще все альты, конечно, выглядят еще чуть-чуть, прям, 30-40 процентов, квиз, ну, не с квиз, в смысле, это падение, где и начнется аккумуляция, не знаю, тоже ничего интересного, вот нарисовал кому-то давно, примерно до этих диапазонов, и жду падения, не знаю, что тебе посоветовать, серьезно, не знаю, надо, как бы по логике какой-то, входить, если бы ты написал мне эту логику, гамблер, ты все же ждешь обвал BNB, или что-то поменялось, я жду обвала, если можно сказать, обвалом, по всем рынкам, обвала по BNB, и ждет Сатоши Биткоинов, а я жду просто, финальные фазы, конкретно, за BNB, ну, сам зажимной скам, да, он отработал, конечно, вот тут вот, зажимали, зажимали, цена, структуру зажимного скама, в принципе, пришла туда, куда она должна прийти, а с другой стороны, тут у нас еще есть поддержка, я ее выделю, нет, не пунктиром, штриховой линии, вот эта поддержка, которую мы каждый раз ослабляли, раз, ослабили, два, ослабили, три, четыре, пять, да, ее потестировали сейчас, уже снизу, и есть вся, так скажем, все шансы, ну, сделать по BNB еще минус 40%, по битку, конечно, я тоже ожидаю минус 50% от текущих, это около 10 тысяч, но опять же, я больше на тайминг равняюсь, но, я думаю, что если попадет биткоин, 50%, BNB может чуть сильнее сложиться, хотя достаточно сильный актив, ну, то же самое, как бы, по активам внутри BNB структуры, точнее, не BNB, а Binance, это ТВТ, как бы рисовал, тут тоже падение, также сочетается с потенциально до профиля объема еще на 57%, ну, по многим активам, эфириум тот же, по стенке тоже видим, тут все расположены на косарь где-то около 16 тысяч, ну, это как бы план минимум 16 тысяч, в норме будет, если мы десятки коснемся, тут же никто не знает, как поведут себя биржи, насколько страшного кажется количество фон, цифра количества фондов, которые будут скамиться и продавать по рынку, непонятно очень много насчет уровней, как бы понятно, что если мы все не зашортили самый хай, то с какого хрена мы думаем, что мы залонгуем самый лой, вот очень интересная мысль, о которой надо задуматься, поэтому гадать о точной стеночке, откуда развернется рынок, смысла нету, но есть смысл предполагать, где будет рынок аккумулироваться, и лучше купить в середине и в конце фазы аккумуляции, чем в начале, потому что начало аккумуляции фазы может быть не самой обманкой, ловушкой, короче, там еще могут продавить сильнее вниз, так, еще хотелось бы узнать, где контракты, где тебе доплачут за их открытие, в смысле, ну, вы открываете сделку, когда на бинансе, вы либо платите дефондирование, либо вам платят за удержание, потому что количество контрактов, оно должно балансироваться, и условно, например, если вы берете тысячу контрактов лонг, а против вас 2000 контрактов шорт, вы какую-то часть спонсируете, а нет, он вас спонсирует, потому что он больше контрактов взял, чтобы был баланс, он вам доплачивает за то, что вы удерживаете контракты, потому что он об вас будет закрываться, например, он думает так, вот, и ставки финансирования, их все можно посмотреть на, да где угодно, ставки финансирования биткоина, нажимаете в Яндекс или в Гугле, и все, и ищите, вот, например, мне сейчас за удержание, эфири у меня слишком маленькая поза, чтобы там какой-то серьезный фондирный считать, ну по салане мне сейчас платит битма, видим, ну то есть, у меня две сделки открыты по салане, на бинансе и на битме, на бинансе я плачу шортам 0, 1, 5, 3, ну поняли, сотую процента, а десятую процент мне платит битмекс на битме за удержание салана, че, так, эм, дякую классный контент, можешь, трешки, пешки, че, так, как тут, нету переводчика, что ли, так, весь звук выкручиваю, чтобы, а, ну короче, со звуком, че-то, да, опять же, ну, пять дней назад, посмотрите, у меня такой же звук был или нет, блин, постараюсь, что-нибудь покрутить, ну по-моему, у меня на максималке, так, так, спасибо за комментарии, в общем, до 9 кап, дойдем, может, да, может, нет, ждем, приветствую, хочу попросить тебя посмотреть, USTC, че такое, че-то, а, луна, ты, господи, знаю, что ты против проекта луна, да я не против, просто, если актив упал на 99,9%, актив, который когда-то стоил там в тысячи раз больше, это не значит, что его надо бежать и скупать, а все, кто пошел скупать, я не знаю, знаешь, ты против плоханулся, купил 10 долларов 55 колум, клил, ищ, и, не понял, ты на 10 долларов скупил, забудь просто о них, и все, скажи, может быть, не совсем тебя понял, скажи, может быть, такое в USTC, в USTC и все, что связано с луной, может быть, все, что угодно, там один Binance, сколько миллиардов, потерял, на этой луне, потому что, в отличие от каких-то, кто там, Дон Квон, или кто, эти, блин, забыл, как зовут их, а, в отличие от Семы, от FTX, Binance, этот Сизый, молча спасал Терра Луну, ну и не спас, ни хрена, короче, можно сказать, об него частично закрылись, от АПСИЗово, да и не знаю, вот все, что там кто-то накупил, парни, сорян, но я вам еще не подскажу, но купить там стейбл, и не стейбл, и Луну, ну, можно просто забыть, GEMBLIC, у тебя шут с каким плечом, у меня кросс плечо, весь депозит в залоге, и расставленные стопы, ну, все так, ладно, полезные ссылочки, будут в описании, лайк, подписочка, до новых встреч, и да пребудет с вами прибыль, пока.